Столица Дагестана растет с каждым годом и вместе с ней растут и проблемы, связанные с благоустройством дворов и улиц. В 2018 году, чтобы улучшить внешний облик Махачкалы, начала свою работу муниципальная программа формирования современной городской среды. В ее рамках провели ремонты и на улицах Дзержинского 23А и 23Б. Вот только местные жители недовольны, чем именно узнавала моя коллега Карина Баталова. 1 миллион рублей. Именно столько, судя по проектно-сметной документации, потратили на этот небольшой участок. Здесь должна была стоять детская площадка с спортивными и игровыми комплексами. На деле лишь двор, заполненный машинами, да кусок обновленного асфальта и пара мусорных баков. Мы, получается, ездили, смотрели наш план, его нам предоставили в ЖКХ, в министерство ЖКХ нам предоставили вот этот план на формирование. Но, как вы видите по нашему двору, нам ничего не сделали. Ни урны не заменили, ни скамейки не поставили. Так или иначе, двор выглядит неплохо. А все благодаря старанию жильцов. ТСЖ работает активно. Деревья высажены самостоятельно. Беседки, скамейки и урны куплены на собственные средства. Но многое уже пришло в негодное состояние. Люди надеялись, что, став участниками программы, они, наконец, забудут об этих проблемах. Ну, ожидали, конечно, что двор хотя бы асфальтируют. Нам, нашим детям, негде играть. Вот видите, какие ямы, колдобины, что даже они ездят на велосипедах и как бы могут травмироваться, падают. Ожидали хотя бы элементарно. Ну, ладно, там, ну, не супер, как бы, чтобы нам сделали такой ремонт. Но элементарно. Скамейки, там, детские площадки. Мы складывались по 15 тысяч, чтобы закупить вот эти вот для детей беседки, для жителей беседки. Но дело в том, что детям действительно негде играть. Почему? Потому что двор небольшой, площадки нет. И когда дети выходят играть в футбол, они бьют по окнам, конечно. С вопросом, куда ушли деньги, мы обращались в управление жилищно-коммунального хозяйства. Но ответа так и не дождались. Зато его получили представители общественного народного фронта. Мы от администрации получили предварительный ответ, что якобы средства, заложенные на благоустройство этого двора, были переведены в другой объект. Но это абсолютно, я бы так даже сказал, несуразица, потому что процедура включения двора в программу благоустройства – это слишком длительный процесс. Там есть соответствующие критерии отбора дворов. В ЖКХ посчитали, что этому двору ни к чему новые малые архитектурные формы. Сойдут и старые. Детскую площадку установить якобы не позволяет территория. Что помешало муниципалитету наладить освещение – вопрос неясный. Похоже, аргументы еще не придумали. Все запутано и непонятно. Зачем было включать в программу двор, заведомо не подходящий под критерий? И, наконец, где выделенный миллион? Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.